Ребят, всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я расскажу вам просто про сногсшибательный слух, который касается подписки Xbox Live Gold. Да-да-да, походу её могут отменить и сделать онлайн бесплатным. Перед началом видеоролика, как всегда, попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал. Кстати, большое спасибо вам за вашу поддержку, у нас уже 43 тысячи, но на этом, думаю, не стоит останавливаться, поскольку чем больше будет канал, тем больше будет всяких розыгрышей, поэтому не забывайте скидывать мои видео своим друзьям, в различные паблики, конечно же, подписываться и, в общем, всячески поддерживать канал. И как раз для тех, кто меня поддерживает, напоминаю, что у меня сейчас в инстаграме проходит розыгрыш на Darksiders, и в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш на Южный парк Палка Судьбы. Ссылки на розыгрыш, как всегда, в закреплённом комментарии под видео, переходи и участвуй. И давайте начнём. А начнём мы с того, что такое вообще Xbox Live Gold и для чего он был нужен. Если кто-то не знает, то это подписка, которая в первую очередь даёт возможность играть в онлайн. Придумали её во времена Xbox 360, и по сей день без неё в мультиплеер на консолях Xbox вы никак не зайдёте. Также подписка даёт 4 бесплатных игры каждый месяц, конечно, сложно вспомнить, когда в последний раз давали все 4 топовых игры, но да ладно. И предоставляет она ещё более выгодные скидки каждую неделю. Все вы прекрасно знаете, что в последнее время Microsoft начинает вести совершенно иную позицию на рынке, чем ранее, выпуская эксклюзивы и на ПК, предоставляя игрокам возможность играть там, где они хотят и так далее. И в связи с этим появился очень крутой и, по моему мнению, для многих просто сногсшибательный слух, который намекает нам о том, что подписку Xbox Live Gold могут просто отменить и сделать онлайн бесплатным. Офигеть, да? Если вы вдруг за бесплатный онлайн, то заспамьте в комментариях «Хочу бесплатный онлайн на Xbox». Лично я бы тоже хотел. Сразу обращаю ваше внимание, что это пока лишь слух, но есть некие новости, которые его косвенно подтверждают. Для тех, кто не знал и не смотрит мои ролики, напоминаю, что 23 июля пройдёт масштабная презентация Microsoft, на которой нам должны будут показать кучу новых игр. Кстати, эту презентацию я буду стримить на этом канале 23 июля в 7 часов вечера по Москве, поэтому приходите. На презентации, по большему счёту, покажут новые игры, презентация будет длиться около часа и, помимо всего, в течение часа должны будут уделить время на какие-то изменения подписки Xbox Live Gold. Также в последнее время стало известно, что Microsoft убрала напрочь возможность покупать со стора подписку на 6 и 12 месяцев в других регионах, что также нам даёт тему для размышлений. Но давайте, учитывая данные новости, чуть обсудим эту тему. Начнём с того, что платный онлайн — это уже привычное дело для консолей, так как подписки существуют уже давно и существуют на всех консолях, включая даже главного конкурента Sony. Все прекрасно понимают, что это легчайший заработок для компании, но многие геймеры по сей день, к сожалению, против таких правил и считают, что онлайн должен быть бесплатным так же, как и на ПК. Если же на PlayStation есть некое преимущество в виде бесплатного онлайна хотя бы в фри-то-плейных играх, то на Xbox, к сожалению, в любом случае приходится платить за онлайн. Кстати, у ПК. Майки в последнее время очень активно совмещают в себе две платформы, а именно ПК и Xbox, но их стратегия немного выглядит странно, и странность кроется именно в онлайне для этих платформ. Дело в том, что пользователи ПК, помимо того, что получили возможность пользоваться подпиской Xbox Game Pass, получили возможность играть во все эксклюзивы Xbox и ещё и на общих серверах с самими обладателями Xbox. Но самое главное, что они получили, так это играть бесплатно в онлайн во все эти игры, в то время пока консольщики, а именно иксбоксеры, всё ещё вынуждены платить за эту подписку. Да, понятное дело, что это дело выбора, и как говорил сам Фил Спенсер, мы не призываем, что вы её покупали, вы вправе сами решать, что вам делать, а что нет. Но если же всё-таки посмотреть в правде в глаза, то в наше время без онлайна ты урезаешь себе весь сок большинства игр. И без той самой подписки, а именно без Xbox Live Gold, ну никак не обойтись. И поэтому в данной теме есть несправедливость к консольщикам, почему экосистемы с ПК вроде общие, а за онлайн платят только иксбоксеры. Рассуждая этой теме, я честно согласен, что это несправедливо, и вижу здесь два варианта. Либо же ПК игрокам тоже вводят подписку для мультиплеера игр Xbox, что маловероятно, как мне кажется. Либо же отменяют подписку Gold на Xbox и делают бесплатным онлайн. И тогда в принципе всё будет честно. Да, я понимаю, что я там губу раскатал, все дела, но блин, это реально будет честно. Понятное дело, что Xbox Live Gold приносит просто невероятное количество денег компании, и в принципе нелогично её убирать. Поскольку все привыкли и без проблем её покупают. Но тут нужно понимать, что майки больше всё-таки склонны к тому, чтобы продвинуть в массы именно подписку Xbox Game Pass. И если майки с подписки Xbox Game Pass зарабатывают намного больше, чем с подписки Gold, то в принципе онлайн могут сделать реально бесплатным, чтобы как раз таки расширить аудиторию подписки Xbox Game Pass. Просто по факту мы не знаем, что им выгоднее, сколько они получают, но майки явно дают понять, что подписка Xbox Game Pass приносит им очень много. И в принципе эта подписка является выгодной не только для компании, но ещё и для игроков. Но убирая подписку Gold, нужно понимать, что что-то может повыситься в цене, и скорее всего это будет соответственно Xbox Game Pass. Но на мой взгляд это всё равно будет некая победа для геймеров, поскольку это всё равно будет дешевле и доступнее. И тем, кто хочет поиграть в онлайн в ту же колду, в батлу, которой нету в пассе, платить за Gold уже не надо будет. И тогда взгляд в сторону Xbox упадёт точно у многих, поскольку Sony, не думаю, что будет делать точно так же, поскольку в новом поколении они выглядят более жадными, чем Xbox. Так как без проблем оставили прошлое поколение в прошлом, без новых эксклюзивных игр. Единственный момент и вопрос у меня кроется в том, что будет с подпиской Xbox Game Pass Ultimate при таком раскладе, который в принципе включает в себя Xbox Live Gold. Если Gold убирают, то какое тогда преимущество подписки Ultimate? Лично я, без понятия, напишите свои мысли в комментариях. Также у меня назрел другой вариант данного исхода событий. Майки не убирает подписку Gold, но убирает из неё игры по Gold и скидки, поскольку чаще всего игры стали там ни о чём. Многие скажут, блин, это уж точно нелогично, но нет. В связи с этим, стоимость подписки может капец как снизиться, что в принципе так же сделает преимущество как для компании, так и для потребителей. Но насколько она может стать дешевле, это сказать сложно. Лично мне, признаться, не сильно верится в этот слух, поскольку он нереально крутой. Но опять же всё может быть, учитывая, что они всё-таки убрали подписку на 12 месяцев Gold и хотят что-то изменить в этой подписке. Знаете, если же они отменят подписку Gold только для новой консоли, а именно для Xbox и Series X, то это также будет некая победа в новом поколении. В общем, надеемся, что это произойдёт и надеемся, что 23 июля, кстати, именно тогда мы в принципе узнаем правду на этот слух, все обладатели Xbox офигеют от нововведений в хорошем смысле. На этом в принципе всё, такой вот видос, не забывайте писать своё мнение по этому поводу, хотели бы вы бесплатный онлайн и верите ли вы в этот слух. Также не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и спасибо вам за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok